Сначала я хотел бы поблагодарить фонд «Династия» и фонд поддержки фундаментальной физики за приглашение выступить с научно-популярной лекцией этой. Я считаю, что способствовать очень благородной работе этих двух фондов — большая честь. Итак, физика внутри нас. Как вы, наверное, знаете, большинство слов, особенно научных, пришло к нам из Греции, так как в Греции, как вы тоже знаете, все есть. И физика тоже не является исключением. Говорят, что слово «физика» впервые ввел Аристотель более 2000 лет тому назад. Я посмотрел в греческом словаре и не обнаружил слово «физика». К сожалению, вот того слова «физика» с таким же значением, в котором мы сейчас употребляем это слово, уже в греческом словаре нет. Есть два слова. Есть слово «физики» — это прилагательное, означающее «научное», являющее системой знаний. И есть второе слово «физик». Но «физик» — это глагол. Глагол, который означает спонтанно появляться и расти. Мне кажется, если искать физику внутри нас, то нужно именно искать этот глагол, потому что внутри нас спонтанно появляется и растет все, что угодно. Мы даже не догадываемся. Итак, физика внутри нас. На нескольких примерах я постараюсь рассказать вам о том, как знание законов физики, довольно простых законов физики, позволяет объяснить несколько биологических явлений. Я специально взял по паре явлений из тех четырех частей физики, которые проходят в школе. Пара явлений из механики, из термодинамики, из электричества, электромагнитной теории и из оптики. Итак, почему листья лотоса всегда чистые? Вы, наверное, знаете, что лотос на Востоке является просто священным растением. Есть легенда, согласно которой в цветке лотоса родился Будда. И вообще лотос считается символ чистоты и невинности. И действительно, почему листья лотоса всегда чистые, хотя лотос сам произрастает в мутных и даже грязных лужах, где-то там в Азии. Вот как все это происходит. Как происходит самоочищение лотоса? Вот увеличенное изображение части листа лотоса. Вот капелька, стекающая в серединку лотоса. Видите, в серединке лотоса чуть углубление. Капелька стекает и становится вся грязной от того, что набирает в себя грязь, которая была на лотосе. Зато это тропинка, по которой она текла, абсолютно чистая. Это и называется сейчас эффектом лотоса. Все, что я вам расскажу, открыли, к моему удивлению, в последние 10 лет. Только в последние 10 лет поняли, в чем причина этого эффекта лотоса. Капли воды скатываются с листа и уносят грязь с собой. Но самое удивительное, что точно так же, как и капли воды, с листа скатываются капли клея. Видите, вот клей капает, и вот он не задерживается на этих листьях лотоса. То есть получается так, что листья лотоса мы склеить не можем. Всем тем, что у нас есть. Можем только скрепить тем, чем скрепить. Все это говорит о том, что жидкости не смачивают вообще поверхность лотоса. Мы привыкли связывать смачиваемость или несмачиваемость с тем, что молекулы жидкости либо притягиваются к молекулы поверхности, происходит адгезия, либо адгезия. И сравнивать эти силы адгезионные с силами поверхностного натяжения, которые заставляют эту каплю держать сферическую форму, минимизировать поверхность капли. Вот еще один рисуночек. Что вы думаете течет здесь, в центр этого лотоса? Это клей. Клей вытекает отсюда и как вода скапливается в серединке этого листа. То есть клей на поверхности лотоса ведет себя как обычная вода. Или как вы привыкли, когда вы считаете, что что-то не смачивается, вы сравните это с ртутью. Как ртуть. Что такое смачиваемость? Смачиваемость это как когда капля жидкости растекается по поверхности. Это значит, что ей выгоднее как можно больше образовать контактов с этой поверхностью. И она жертвует этим увеличением поверхности своей. То есть силы поверхностного натяжения не столь велики, чтобы компенсировать вот эту выгоду уменьшения потенциальной энергии от адгезии. И вот это вот вариант, который не смачивает. Капля не смачивает эту поверхность. Очевидно, что все жидкости не смачивают. И возникает вопрос, почему жидкости не смачивают поверхность лотоса? И вот где-то лет 10 назад наконец взглянули на поверхность лотоса. Вот эта поверхность. Это где-то около 200 микрон на 150 микрон. Электронная микрофотография. И видно, что поверхности как таковой нет. Это просто какие-то заросли микрокактусов. Для сравнения приведена поверхность магнолии. Видите, что это поверхность? Довольно гладко никаких микрокактусов здесь нет. А здесь на каждой где-то 20 микронах возникает такой шипик. А на поверхности этого шипика еще микрошипики. Это и есть структура поверхности лотоса. И что же происходит с каплей, когда она оказывается на такой плантации микрокактусов? Очевидно, что она не касается. Вот это уже модель капли, находящейся на поверхности лотоса. Она находится как будто бы на микрощетке. И смачивание очень затрудняется. Потому что, чтобы смачивать что-то, нужно к чему-то притягиваться. Поверхность контакта любой капли на поверхности лотоса очень маленькая, площадь поверхности. Значит, смачиваемость как самого себя просто отсутствует. Жидкости не смачивают лотос, так почти не касаются его. А силы поверхностного натяжения не дают капле деформироваться. Ведь, в принципе, если бы была очень маленькая сила поверхностного натяжения, то капля могла бы проникнуть между этими шипиками и как-то смочить. Но так как у воды вообще очень большое поверхностное натяжение, у остальных жидкости тоже не такая маленькая, что все это невозможно. Это и есть причина. И вот как происходит самоочищение поверхности лотоса. Вот эта поверхность изображена. На ней находятся частички грязи, схематически изображенные кубиками, шариками и пирамидками. Катится капля, которая не смачивает. Но и капля забирает на себя всю эту пыль и катится дальше. И получается чистый лист лотоса. Но в мире все несовершенно. Мы забыли совсем о том, что капли бывают разные. Ведь может быть капля, которая имеет размер около одного микрона. И это капли есть, мы их видим, это пар. Когда мы видим пар, мы видим вот эти вот мельчайшие капельки. Иногда это очень-очень маленькие. Представьте себе, что будет, если вот этот лотос, эта поверхность, эта микросчетка окажется в атмосфере этих микронных капелек. Что произойдет? Никакого эффекта лотоса не будет. Все эти капельки проникнут внутрь, и лист будет, наоборот, целиком смачиваться водой. И всякая дополнительная капля еще больше будет смачивать. То есть этот эффект лотоса действует только тогда, когда в атмосфере нет такой высокой влажности. Если принести лист лотоса в баню, то там он работать не будет. Он будет такой же, как и лист магнолии. Итак, я вам рассказал один из таких маленьких фрагментов, где показывается важность структуры поверхности. Мы должны совсем по-другому смотреть на смачиваемость поверхности. Смачиваемость поверхности не только зависит от того, из чего сделана эта поверхность, но и зависит от того, как она сделана. Если есть какой-то микрорельеф, этот микрорельеф может уменьшать смачиваемость. Чтобы узнать, зачем в наших легких мыло, оно там действительно есть, но мы просто его называем не так. Нужно сначала узнать, что такое легкие. Вот рентгенограмма женщины, и видно это дерево легких. Что нужно сделать, чтобы увидеть с помощью рентгеновского аппарата вот такой воздух, то есть газ внутри наших легких. Очевидно, что нужно что-то вдохнуть. И нужно вдохнуть тот газ, который состоит из атомов, где очень много электронов, или очень большой заряд ядра. Чем больше электронов, тем лучше поглощается рентгеновское излучение. В этом случае женщина вдохнула ксенон. Ксенон имеет зарядное число, кажется, 54, в отличие от кальция. Почему под рентгеном мы все время видим кости, а не видим мышцы? Потому что в костях очень много кальция. Кальция — это атом с самым большим зарядовым числом. У него 20, все остальные заряды вещества очень маленькие. Значит, у кальция очень много электронов, они очень здорово поглощают рентгеновское излучение. Здесь вдохнули ксенон. Ксенон безвреден, поэтому эта женщина выжила. А почему здесь ничего нет? Да потому что у этой женщины был какой-то процесс в легких. У нее часть легких была просто заполнена влагой. И туда этот ксенон не вошел. Вот тоже, казалось бы, физика прямо внутри нас. Вдыхают ксенон, чтобы сделать видимой структуру легких. А вообще-то легкие — это либо перевернутое дерево, вот мы так вдыхаем воздух, он расходится сначала на бронхи первичные, вторичные и так далее, и оканчивается тремястами миллионами альвеол, таких маленьких мешочков. 300 миллионов. И каждый диаметр каждой альвеолы всего 300 микрон. То есть мы на самом деле дышим альвеолами. Каждый раз при вдохе эти мешочки раздуваются. В этих мешочках оказывается свежая порция воздуха, содержащая больше кислорода, чем было при выдохе. И сразу же голубая венозная кровь превращается в красную, артериальную, она насыщается кислородом. Чем больше мы будем раздувать эти мешочки, тем больше кислорода будет поступать к нам в легкие, тем лучше нам будет. Альвеол — это надувной шарик, покрытый изнутри жидкости. Вот здесь самая главная интрига, что если бы это был просто резиновый шарик, то никакого поверхностного натяжения, никакого мыла в легких нам не нужно было бы. Мы вместе с этим растягиваем, вместе растягивая альвеолы, мы не только растягиваем эту эластичную ткань, но мы все время растягиваем изнутри пленку жидкости, выстилающую эти альвеолы. А если мы растягиваем пленку жидкости, мы тратим энергию на увеличение поверхности жидкости. Из-за сил поверхностного натяжения мы с каждым вдохом тратим много-много джоулей просто на растягивание этой пленки. Значит, чтобы уменьшить работу, идущую на вдох, выдох у нас пассивный, на вдох, нам надо пользоваться мылом, так же, как мы пользуемся мылом, когда мы моем руки. Но, правда, пользуемся мылом, когда мы моем руки, не для того, чтобы уменьшить эту поверхностную работу, а для того, чтобы просто каждая эта капелька водички, обмыленная, могла деформироваться и пролезть в различные щелочки, чтобы отмыть всю грязь из ткани или из нас самих. А здесь, чтобы уменьшить, чтобы легче раздавать альвеолы, жидкость должна иметь малое поверхностное натяжение. И действительно, в тех же альвеолах находятся специальные клетки, которые вырабатывают мыльные молекулы. Они мало чем отличаются от мыльной молекулы, додецилсульфид натрия. Это, кажется, высота. Или стеарин натрия бывает. Длиннющие молекулы. Что такое мыльная молекула? Это молекула, которая в растворе становится однополярной. Не диполем, а однополярной. Она слетает со стеарата натрия, слетает натрий, остается длиннющий гидрофобный хвост, который торчит сразу наружу в воздух. И положительно заряженная часть молекулы соединяется с полярными молекулами воды. И этим уменьшается поверхностное натяжение, потому что на поверхности расположены эти мыльные молекулы, у которых и все они одноименно заряжены. Они сами расталкиваются. Этим они и уменьшают поверхностное натяжение. И то же самое синтезируется и в каждой альвеоле. И не дай бог, если этот синтез прекращается. Большая часть, к сожалению, если ставят верно диагноз, от чего человек умирает, то в 80 случаях человек умирает от острой дыхательной недостаточности. У него нет сил сделать этот, может быть, последний или предпоследний вдох. Почему у него нет сил? Потому что большая часть инфекционных заболеваний затрагивают, ингибируют, тормозят синтез этих сурфактантов, мыльных молекул, которые мы сами производим внутри альвеолу. И поэтому даже атипичную пневмонию, которая была модна несколько лет тому назад, ее лечили просто, создавая аэрозоль из сурфактанта. И человек вдыхал. Вдыхал этот аэрозоль, содержащий мыльные молекулы, и ему становилось легче дышать. Потому что эти сурфактанты, эти мыльные молекулы, могут уменьшать поверхностное натяжение почти до нуля. Это зависит от их концентрации. Если альвеола спадается, концентрация этих мыльных молекул очень большая становится, и ни о каком поверхностном натяжении нет. Она до конца спасся, не может. Ее очень легко раздуть после этого, когда она спала. И, наконец, этими аэрозолями с сурфактантами спасают сейчас довольно много новорожденных, которые не могут сделать первый вдох. Есть такой синдром невозможности сделать первый вдох. Сейчас налажена уже во многих клиниках эта методика. Ему сразу или ей впрыскивают вот этот вот в легкие, вот этот сурфактант, и сразу становится легче этот сделать первый вдох. Вот кожа наверху без мурашек. Это вот кожа. Это волосы. Они так лежат. Мурашек нет. Вот стало очень холодно. Вот возникли мурашки. Волосы встали. Почему все это происходит? Почему нам досталось наследство от наших дальних родственников вот такая способность реагировать на холод? Может, кто-нибудь знает уже? Да, как? Это просто становится как шуба. Правильно! Вот, вы мне сэкономили массу времени. Вот. Действительно, нас греет этот свитер, который всегда вместе с нами. Вот этот буквы В я нарисовал, этот воздух, который... Он сразу останавливается там. Нас греет воздух, который остановился. Там нет конвекции. И вот, что происходит, когда у нас мурашки. Толщина шубы стала больше. Действительно, можете мне поверить, кости прочнее гранита. Вот. Сначала я вам расскажу, как вообще определяет прочность материала. Может, некоторые из вас это знают, но в школьном курсе физики этого нет. Берут такой образец материала, растягивают его с какой-то силой F, вычисляют механическое напряжение отношения, значит, силы к площади поперечного сечения и измеряют относительное удлинение. И потом строят зависимость сигмы механического напряжения от относительного удлинения. И вот, что происходит, когда удлинение маленькое или напряжение не такое большое, у нас линейно зависит напряжение от удлинения, сигма от эпсилон. Это обратимая деформация. Когда мы еще больше увеличиваем напряжение, мы переходим в область пластической деформации. И уже наступает момент, когда уже большего напряжения образец перенести не может. Это и есть предел прочности, или, как называют его, прочность. Самая большая прочность из доступных материалов у титана, как вы знаете, она может достигать 800 мегапаскалей. Ну и здесь вот сталь и бронза сделана. Теперь, что же в костях происходит? Видите, что? Кость не такое плохое место занимает. Прочность на растяжение у кости гораздо больше, чем у бетона, у гранита и у дерева. И, конечно, эта прочность уступает стали, уступает титан и уступает углеродным нанотрубкам. Но углеродным нанотрубкам совсем по-другому она уступает из-за того, что там вообще уже очень большое отношение поверхности к объему, и все дислокации, которые являются причиной нарушения прочности, они все выходят на поверхность. Это уже другое. И еще вот тогда, хоть и наши кости уступают прочности стали, но посмотрите, плотность костей раза в 4 меньше, чем плотность стали. Почему же это происходит? Сейчас мы разберемся. Лет 100 назад считали, что нужно сделать, чтобы разорвать какой-то кусок металла на часть. Нужно оторвать, когда мы разрываем одну часть образца на две, мы должны оторвать эту плоскость атомов от другой плоскости. Просто разорвать атомы. Посчитали, и оказалось, это огромнейшее механическое напряжение нужно. В тысячу раз больше, чем есть на самом деле. Оказалось, что причина такой маленькой прочности материалов лежит в том, что в каждом из материалов есть трещинки, микротрещины. Их иногда называют и они могут быть совсем маленькими, могут быть просто дислокации кристаллической решетки. Но так или иначе, если появляется трещина, то уж, конечно, растянуть и сделать из маленькой трещины большой очень легко. То есть прочность ничего общего не имеет вот с этой старой моделью, просто отрывание одного атома от другого. И таким образом сразу становится ясно, что чем больше будет трещин, таких микротрещин в образце, тем менее он будет прочный. И еще важно, что нам, ведь если мы можем прекратить распространение трещин, значит мы увеличим и прочность. Пусть они там будут, пусть они где-то локально распространяются, но если не позволить этой трещине пересечь весь поперечник материала, мы сразу увеличим прочность. И примером является стекло. Казалось бы, прочный материал, но как только в нем появляется трещина, разваливается на части. Например, можно сделать деформацию в стекле и не вызвав трещину, если очень быстро сделать, пулей выстрелить в стекло, трещина не возникнет, стекло останется интактным, все, стекло останется целым. То есть вся вот эта вот задача увеличения прочности сводится к тому, что нужно препятствовать распространению трещин. Как запретить микротрещинам распространиться? Природа решила это все очень просто. Она сделала что-то здесь... Она кость сделала в виде такого чулка и к этим волокнам чулка она прикрепила очень прочный материал гидроксиапатит кальция. Это просто минерал. Так что вся структура кости это волокна коллагена, коллаген это то, из чего состоят наши сухожилия. То есть получается и сухожилия, и кости сделаны из одного материала. Просто в сухожилиях нет этого минерала, который придает кости твердость. А в костях вот эти волокна и к этим волокнам прикреплены твердые минералы гидроксиапатита. 60% всей их кости по массе это кальций. Это гидроксиапатит кальция. И 40% это просто резинка, сухожилия. В этом очень легко убедиться, если взять косточку от курицы, не выбрасывать ее в ведро и положить на ночь в 5% раствор уксуса. Утром у вас окажется, эту косточку можно согнуть в колесо. Весь кальций, если эта косточка будет тоненькая, если толстая, уксус не сможет пролезть во все эти дырочки. А тоненькую косточку можно свернуть, потому что уже там не останется кальция. Это будет как будто бы сухожилие одно в виде этой такой косточки. Можно и наоборот избавиться от органических, от коллагена. Просто сжечь. Тогда кальций останется в виде такой пудры, пепла, а весь этот вся органика превратится в углокислый газ, в воду и еще что-то. Два способа доказательства. Таким образом, кость у нас просто композитный материал. Мы привыкли считать, что стеклопластик там является композитным, где состоит из стекла и из пластика. Но оказывается, мы носим себе композитный материал. Кости — это самый близкий к нам композитный материал. И действительно, сейчас становится ясно, почему можно рукой просто ломать деревянные бруски, ломать кирпичи, потому что в конце концов все это упирается в кость, а прочность кости очень большая, больше, чем у гранита. Не пытайтесь ломать стальные стальные пластинки, потому что по той таблице прочности у стали больше, чем у костей. «Почему кости полые внутри?» Продолжение костлявой части моего выступления. Действительно, опять возвращаясь к курице, видно, что там внутри пусто. Почему у косточки внутри есть такая дырка вдоль оси идет? Мы привыкли воспринимать здесь кости нас поддерживают как колонны некие. Если посмотреть на колонны Большого театра, то я сомневаюсь, что внутри этих колонн тоже такая же пустота, как и в куриных костях. Почему это происходит? Да потому, что наши кости, в отличие от колонн Большого театра, работают в разных условиях. Каждая косточка работает то на изгиб, то на сжатие, то на растяжение. Поэтому природа должна так устроить структуру кости, чтобы она была оптимальна, чтобы она выдерживала нагрузки при всех этих трех режимах работы. Вот в данном случае вот у нас такая часть руки без кожи. Это у нас плечевая кость, это у нас локтевая кость, это у нас косточки кисти, и мы держим в шар, то есть я держу в шар. При этом если этот шар тяжелый, то что происходит? Это локтевая кость работает на изгиб, это плечевая работает на растяжение. Абсолютно два разных режима. И вот уже ответ здесь есть. Посмотрим, что нам легче. Вот мы возьмем два одинаковых стержня. Один будет работать на изгиб, второй на сжатие. Какой из них легче и раньше сломается при увеличении этой нагрузки? Конечно, сломается тот, который будет работать на изгиб. Легче сломать стержень и кости, сгибая их. Теперь вспомним и так это порассуждаем логически. Максимальная нагрузка, которая встречается в каждой нашей кости, это просто вес нашего тела. То есть мы можем упасть на палец, можем стоять на ногах, можем упасть на спину, можем неудачно, но все равно больше, чем вес, но если на нас не упадет плита какого-то дома ломающегося. Получается, что нужно было устроить кости так, чтобы они выдерживали вот этот вес тела, работая и на растяжение, и на сжатие, и на изгиб. Так как изгиб это самый такой вот хрупкий, предъявляющий самые высокие требования вид работы, то природа решила так, что надо делать кости, приспособленные к изгибу под данной нагрузкой, а сжатие и растяжение под этой нагрузкой они и так выдержат. Значит, нам нужно узнать, почему это вдруг при изгибе средняя часть кости не нужна. Мы знаем это очень просто и быстро. Вот есть у нас резиновый брусок, вот сгибаем его в дугу, в средний слой мысленно красным цветом. Он станет вот таким, когда он согнут. Теперь посмотрим, что произошло с внешним слоем? Он растянулся. Что произошло с внутренним слоем? Он сжался. Вот этот средний слой просто не изменился. А для чего нам нужно в костях те части, которые не работают, не деформируются? Значит, нужно от этих частей избавиться. Так и поступила природа. Она избавилась от центральной части наших костей. И вот хорошую фотографию я нашел в интернете. Это фрегат. Это считается птица, у которой наименьшее отношение массы костей к массе тела. У нее всего, у этой птицы с двухметровым размахом крыльев, я так показал, как будто достиг двух метров, на самом деле я не достиг двух метров. и масса костей всего 110 грамм. Бескрылые животные, в том числе и мы, экономим где-то 25% массы скелета на том, что у нас полая часть внутри. И вот сейчас рисунок, который не имеет никакого отношения, это просто ухаживающий фрегат. Вы видите, что произошло с этой птицы, вы видите, у него надувается впереди такая вот штука в момент ухаживания. Так, что там дальше? А, то же самое было и у динозавров. Динозавры 80 миллионов лет назад находят их кости, делают срезы и вот оказывают вот эту внешнюю поверхность кости, так называемые компактные кости, а здесь опять в середине опять дырка, это вот миллиметры. То есть здесь где-то сантиметр приблизительно сечения. То есть всю эту физику природа знала еще при динозаврах. Так, вот хомяк. Видите, как он ест? Вообще-то ответить на вопрос, почему хомяк все время ест, может кто? Сам хомяк. хомяк. Но зато можем мы пофилософствовать и применить свои знания. Я недаром здесь поместил такую большую фотографию хомяка относительно довольно маленькой фотографии слона. Дело в том, что хомяк съедает каждый день ровно столько, сколько весит. То есть масса съеденной пищи равна его массе. А слон всего одну десятую часть того, что весит. А питаются они одним и тем же. Никто не ест мясо, колбасы, не пьет молоко. Все едят траву и всякие растения травянистые. Почему же это происходит? Здесь будет у нас гимнастика для ума. Дело в том, что не только хомяк съедает больше по отношению к своей массе веса, чем слон. Но и просто маленький слон, если сравнить сколько он ест, с его массой окажется тоже гораздо большую часть маленьких слоненок съедает по сравнению со взрослым слоном. Вот здесь я как раз и нарисовал. То есть не я нарисовал, кто-то другой нарисовал. Вот большой слон, маленький слон, масса одного М1, М2, высота в Н раз меньше. Сейчас мы будем быстренько считать. Но перед этим мы должны принять некоторые очевидные довольно вещи. Первое это то, что зачем вообще слону есть. И нам тоже. не дай бог мы будем весь день лежать в постели. В этом случае вся энергия, которую мы потребили вместе с едой, идет только на одно. На компенсацию потерь тепла, которые мы теряем, выдыхая горячий воздух, излучая через излучение. Вот на компенсацию всех этих потерь идет большая часть энергии съеденной пищи. Это первое наше довольно очевидное допущение. И, конечно, потеря тепла становится пропорциональна площади нашей поверхности, площади поверхности животных. И второе предположение, то, что энергия от съеденной еды просто пропорциональна ее массе. Если питаются все одним и тем же, то вполне можно так считать. А дальше просто пользуемся принципами подобия. Я думаю, что многие знакомы с этим, что у подобных фигур масса подобных фигур относится как кубы отношения их размеров, площади подобных фигур относятся как квадраты отношения их размеров. Потом мы пишем простые уравнения, то, что количество съеденной пищи большим слоном пропорционально величине этой пищи и все это должно быть равна вся эта энергия от выделения пищи должна равняться потерям через излучение, например, а эти потери пропорциональной площади поверхности слона и так далее получают такое уравнение. В конце концов, получается действительно так, что отношение массы, съеденной маленьким слоненком к его массе просто равно отношению массы съеденной большим слоном к его массе и на коэффициент во сколько раз размера одного слона больше другого. То есть ничего удивительного нет. Объяснить все это можно. Действительно потребности в еде зависит от размеров. Зачем нам нужен темный цвет кожи? Но раньше эта часть лекции называлась несколько по-другому, но сейчас она называется так. Действительно, зачем нам нужен темный цвет кожи, если у наших предков он был вообще-то говоря белый? Если вы посмотрите на не человекообразную обезьяну и посмотрите что у нее, оказывается что она такая бледнолицая. Но если посмотреть на человекообразную обезьяну, что вы смеетесь, она смотрит на вас, вы на нее, то окажется, что у нее темный цвет кожи. У всех постоянных жителей Африки и южной части Азии очень темный цвет кожи. Притом они рождаются уже с этим цветом кожи. Они не загорают со временем, не рождаются. Они стали довольно много работать, прыгать, бегать. А что происходит с двигателями, когда они долго работают? Они нагреваются. Точно так же нагревались и люди, которые лазили не на соседнюю ветку, чтобы сорвать апельсин, а куда-то там и повыше, чтобы взглянуть, на соседних деревьях. Все это привело к тому, что у первобытных людей увеличилось количество теплоты, выделяемой ими. Им нужно было как-то от этого избавиться. И эти первобытные люди стали потеть. Собаки и кошки, которые окружают нас, не потеют. Им не нужно лазить наверх и смотреть, кто там еще рядом живет. Любопытство так считают эти ученые, которые занимаются поведением животных. Любопытство привело нас к необходимости избавляться от лишней теплоты. Ведь для испарения одного миллилитра пота требуется два с половиной килоджоулей. Некоторые люди испаряют до десяти литров пота каждый день. Они могут избавляться от пятидесяти тысяч, то есть от пятидесяти мегаджоулей в день. А так как испарять невозможно, если у тебя все закрыто шерстью, самые умные обезьяны стали лишаться этой шерсти и стали очень шустрыми, потому что они могли поддерживать свою температуру, не нагреваться при этом исследовательской деятельности. Для этого у них возникли специальные потовые железы. Но что произошло? Что? Сразу же, как только исчезла шерсть, появилась огромнейшая опасность ультрафиолетового облучения. Ультрафиолет он не только где-то далеко, а он везде, и за ультрафиолетом не нужно ездить в дальние страны. И ультрафиолет очень опасен. С одной стороны, это одна из главных причин нашей эволюции. Мы эволюционизировали под действием ультрафиолета. Наша ДНК все время чуть-чуть изменялась, чуть-чуть изменялась, но очень сильное изменение в нашей наследственности приводит к нашей смерти. Поэтому облысение привело к тому, что сразу же эти обезьяны стали вымирать, а не вымерли те обезьяны, которые наладили у себя в коже синтез меланина. Меланин это белок, который очень сильно поглощает ультрафиолет. Появились специальные клетки в коже меланоциты. Они синтезировали много-много гранул, и эти гранулы включались в рабочие клетки кожи, в кератиноциты. Кератиноциты это обычные клетки кожи, но они могут быть либо с гранулами меланина, либо без гранул меланина. Если много гранул меланина, человек кажется загорелым, если мало гранул меланина, он кажется бледнолицем. Чем больше будет гранул меланина, тем больше защитится человек от ультрафиолета и сможет прожить более долгую жизнь. Ультрафиолет повреждает ДНК клетки, но не только это. Если он повредит ДНК клетки, могут развиваться всякие меланомы, кожные опухоли и так далее, но все это развивается через несколько лет. Самым опасным является появление ребенка на пляже где-то в 2-3 года. Вот у него где-то может быть в 20 годах развиться меланома из-за того, что он там перележал. Но еще есть более существенная опасность ультрафиолета, если мы не защищены меланином. Это уничтожение фолиевой кислоты. Фолиевой кислоты очень нужна в момент образования первичной трубки в зародыше. То есть зародыш перестает развиваться в отсутствии фолиевой кислоты. Поэтому сейчас считают, что вот этот загар естественный тех людей, которые родились и предки которых жили в Африке, он связан вовсе не с попыткой защититься от изменения ДНК, а от именера. Потому что никакое воспроизведение человека было бы невозможно просто, если бы не был защищен от ультрафиолета. Австралийцы заселили континент свой где-то лет 200 назад, 250 лет назад. И они все столкнулись с тем, что сразу же упала рождаемость из-за того, что вся эта фолиевая кислота у бледнолицых, незащищенных никаким меланином, она у них разлагалась. И просто была очень маленькая вероятность возникновения зародыша. Чем больше меланина, тем темнее кожа, ближе к экватору темнее кожа, чтобы защититься от ультрафиолета. Около 100 лет известно, что акула очень чувствительна к электрическому полю. Открыли специальные ампулы лорензини или лоренцини. Это акула, маленькая такая акулка, это ее глаз. И очень много таких дырочек находится. И каждая такая дырочка ведет внутрь тела, оттуда идут нервы, идут в мозг. Каждая такая дырочка ведет в так называемую ампулу лорензини. Но это анатомия. Но посмотрите, какой чувствительностью обладает акула. Это результаты последних опытов. это полтора вольта на десять тысяч километров. То есть, если, например, сделать эту батарейку обычную, нашу такую округленькую на полтора вольта, и один ее конец опустить, например, где-то около Мурманска, а второй конец где-то на Чукотке, в морскую воду, то акула, то возникнет между этими по северному морскому пути, градиент напряжения, возникнет напряженность электрического поля, которая будет равна приблизительно вот этой величине. И акула в состоянии на пороге своей чувствительности обнаружить эту очень маленькую напряженность электрического поля. как это происходит до сих пор неизвестно. Опыты становятся все более и более изящными. Раньше считалось, что чувствительность у нее равна что здесь это полтора вольта на тысячу километров, сейчас это уже на десять тысяч. Но до сих пор неизвестны механизмы ответственные за эту чувствительность. Анатомия описана практически полностью. За сто лет Лорензиня жил где-то в девятнадцатом веке. Он обнаружил эти ампулы Лорензиня. Как это все работает непонятно. Несмотря на то, что абсолютно неизвестно механизм, посредством которого эта акула чувствует электрическое поле такой малой напряженности, это все очень здорово используется. Уже есть масса фирм, которые выпускают средства для защиты от акул. Просто каждому аквалангисту, пловцу, виндсерфингисту дают такой жгут и он создает сам вокруг себя электрическое поле. Вот видите, создается электрическое поле. И акула это обходит, потому что она очень больших напряженностей электрического поля просто не переносит. Так же, как мы не переносим большую интенсивность звука, мы можем слушать определенным это, а потом нам это все не очень нравится. И вот это все выглядит вот так вот. Они уже в серийном производстве есть, продаются такие вот шнуры, работают от батареек, создаются естественно это может только в морской воде, в пресной воде, нет ни акул, ни этой схемы. Итак, как заморозить человеком? Сначала спросим зачем вообще все это надо? Да потому что есть такая даже формула, при охлаждении на каждые 10 градусов скорость химической реакции уменьшается в два раза. Поэтому у нас у каждого в семье есть холодильник, мы не хотим чтобы портилось все. Ну и потом вообще говоря безнадежно больные люди, многие, особенно богатые, хотят заморозить на 100, надеясь на прогресс науки. Это довольно бурно развивающаяся отрасль, называется она крионика. Есть криобиология, которая просто изучает, что происходит в организме при охлаждении, а есть крионика, которая из этого делает деньги. Что мешает нам заморозиться? Мешают нам вот такие прекрасные снежинки. Они очень прекрасные, очень красивые и все разные, но именно они и мешают заморозиться. Потому что как только такая снежинка появляется внутри клетки, вы знаете, что лед имеет плотность меньше, чем плотность воды, сразу этот лед такими острыми углами начинает прокалывать мембраны клеток и эти мембраны уже не восстанавливаются. Потом, когда это все оттаивается, то получается то, что мы видим, остается от клубники, если ее вытащить из морозилки. Такая лужица, окрашенная лужица. Из-за того, что весь этот сок из клеток клубники вышел, и мы получаем уже совсем не то, что хотим. А хотелось бы заморозиться так, чтобы при заморозке остаться точно таким же после разморозки. льдинки образуясь, внутри клеток разрывают их мембраны. Но природа опять-таки научилась избегать вот этого эффекта замороженной клубники. Вы, наверное, видели иногда где-то на минус 20 вдруг летает какая-то там муха по балкону, по лоджии. Но ученые они вот точно видели. Они видели насекомых многих летающих, активно ведущих себя на минус 20 градусах, не замерзающих. Сразу же они стали выяснять, почему это вдруг насекомые не замерзают. У них ведь так очень много воды. Но не столько, сколько у нас, но все равно много. Оказалось, что вода поздней осенью перед наступлением холодов исчезает из гемолимфы. У них не кровь, а гемолимфа насекомых. И все это заменяется глицерином. И эта концентрация глицерина у насекомых может достигать 5 молей. Огромнейшая концентрация. Но именно из-за этого не образуются лединки, и животные хоть могут вяло, но двигаться. Глицерин очень близок к составу этиленгликоль. А этиленгликоль мы это знаем, это антифриз. Ничего нового мы не придумали. Природа давным давно использовала антифриз и обыграла его на насекомых. Вот здесь показана личинка насекомого, прекрасно себя ведущая, просто окруженная во льдах. Осы зимуют часто в лесу при отрицательной температуре. у них в гемолимфе очень большая концентрация глицерина. Ледяная рыба, есть такая ледяная рыба, которая водится только между льдинками, и водится она где-то в северной Атлантике, около Гренландии. Температура воды там минус 4-3 градуса. Почему она не замерзает? Нет, не потому, что она глицерином накачана, а потому, что природа сделала еще более тонкий механизм предотвращения образования льдинок. Она сделала специальные белки, которые препятствуют росту кристаллов льда. Здесь я, к сожалению, даже не перевел это на русский язык. Вот это пролив Макморда замерз. Это все лед, вот это все частицы льда, и где-то плавает ледяная рыба. Это показано, как действуют биологические белковые антифризы. Это маленькие молекулы, это вырос у нас кристаллик льда. Потом подошли белковые антифризы, и они устроены так, что у них одна часть белка имеет большое сродство к молекуле воды, она сразу прилипает к воде. Зато вторая часть не прилипает к воде. И получается, что если какой-то антифриз, молекула антифриза прилипла к кристаллику льда, то дальше этот кристаллик расти не будет. Из-за большой кривизны, эффект Кельвина, здесь тоже никакого роста не будет. Поэтому очень маленькой концентрации, микромолярной концентрации этих белков можно достигнуть такого же эффекта, как и от малярной концентрации глицерина. Но ничего этого не знают те, кто делают деньги на крионики. Есть самая первая фирма, которая стала замораживать людей. Это фирма Алькор. Она находится в Соединенных Штатах, где-то во Флориде. Они изготовили огромнейшие сосуды дюара. Просто два метра высоты. Они так разворачиваются, и человек туда может войти. Стоимость замораживания около 50 тысяч долларов. И рецепты замораживания не раскрываются. Так что будьте очень осторожны, если вам предложат все это делать. Там ничего еще не известно. Представьтесь, пожалуйста. Вот этих ученых нет. Конечно нет, если вы назовете свое имя, не вы, а тот ученый, то, конечно, ему будет очень тяжело. Потом где-то через 20 лет окажется, что это не очень верно и не очень справедливо. ледяная рыбка. там все скрыто завесой талии. Ледяная рыба? большими. А так эта рыба продается в магазине. Ледяная рыба. Очень нежная. Там нет костей, она с вещами. живет, она не спит. Нет, не спит. Значит, мне интересно, зачем вы не сидите сюда? Нет, я просто вам рассказал о тех нерешенных проблемах. Два моих последних фрагмента о чувствительности акул к электрическому напряженности электрического поля и об этой креонике они еще до сих пор не решены. Я специально их выделил другим цветом, чтобы вы знали, что все очень много вокруг еще нерешенных биофизических проблем. нервы акул? Ну, Конечно, специально берут маленькую акулку. Потом не только акулу можете брать, можете брать осетра, точно такой же чувствительностью очень высокая к электрическому току. Обладают древние рыбы, так называемые хрящевые, у которых позвоночник хрящевой, не кости, а хрящи. И можете взять, это все делается, очень много целых журналов посвящены изучению чувствительности к электрическому току. А они даже в воде ездят? В морской? В морской воде, конечно, в пресной воде уже не будет этого, это же совсем другое. эффект лотоса после открытия нашел практическое применение? и очень большое. Сейчас вы можете купить диски для автомобилей, не пачкающиеся. То есть вот диск из автомобиля, поверхность этого диска, которая имеется самой грязной частью автомобиля, делается вот такой ребристой, или же с маленькими этими шероховатостями, и поэтому с нее все скатывается, делаются брюки не пачкающиеся со структурой вот такой вот как у лотоса, с них все сваливается. Есть такая, очень-очень много это используют сейчас эффект лотоса. А вот упоминаем на влияние на два человека. Читаете ли вы, что это является может отчасти доказательством так называемой фазонарности Гумилева, который вердал, что будто бы народы образуются в процессе влияния в случае в случае я боюсь этим. Я только знаю, что это со времен Тимофея Варисовского все считается, что это все это. Я этим не занимался, я просто излагаю вот такую точку зрения, которую я нашел. Может быть, еще существуют точки зрения. Я боюсь этого. Хорошо. Уточните хотя бы поверхность принципа механизма обращения мелодиума терапевта получения. Точно такой же принцип как в нашей сетчатке есть родопсин. Родопсин тоже поглощает, но он не ультрафиолет, он и ультрафиолет тоже поглощает. Это очень плотная упаковка биологических молекул. Поэтому все, что проходит, все натыкается на атомы, на электронную оболочку и поглощается. Так же, как ультрафиолет, и рентгеновское излучение поглощается, и ультрафиолет. Все это, если вы поставили преграду, у излучения два пути, либо отразиться, либо поглотиться. Чем больше поглотиться, тем более толстую вы сделаете, плотную упаковку, чтобы тесную сделать. Я понял, да, да, да. Здесь действительно, я просто не говорю, что есть один из способов, как избавиться от кристаллов. Нужно просто очень быстро заморозить, так, чтобы кристаллы не успели образоваться, потому что кристаллам всем этим молекулам нужно соединиться в эти хороводы по шесть штук. Если им очень быстро заморозить все, то они так вот и останутся. И будет у нас не лед, а стекло. Но все это можно сделать для очень маленьких объектов. Вот можно так, эритроциты, которые имеют размеры там несколько микрон, можно действительно очень быстро заморозить, и не получится льда. Вода перейдет в состояние, она охладится до минус 40, минус 60 градусов, но льда не образуется, будет остеклованное, то есть стеклянное тело будет. А от человека всего он большой, его невозможно, как только начнется, во-первых, его нужно очень равномерно замораживать. Если вы неравномерно будете замораживать, у него одна часть может просто оторваться. Поэтому нужно очень медленно замораживать и следить за тем, чтобы кристаллики образовывались только в межклеточной жидкости. Но как только образуются эти кристаллики в межклеточной жидкости, там резко увеличивается концентрация солей всех. Эти соли начинают действовать. Об этом знают все криобиологи. Для чего я вот об этом вам расскажу, что есть две разные якобы науки. криобиология, где исследуют эффект этого заморозки на организме. И крионика, где уже взяли, просто и людей помещают. Они зарабатывают на этом деньги. Но как можно каждый этот белок засунуть в каждую клетку? Природа сделала так, что у этой ледяной рыбы он уже вырабатывается. У нас он, к сожалению, не вырабатывается. У человека не вырабатывается. Если у человека было бы так вырабатывалось, тогда действительно нас можно было бы замораживать. А второй вопрос. А вот как это дело применяют с чувствительностью к литрам в голову? Так они просто охотятся. Дело в том, что они охотятся не на водоросли, эти акулы. Они охотятся на рыбу. А рыба, у рыбы есть сердце. Сердце бьется. А у нас и получается электрическое поле, так же, как у нас. Вы же меряете электрокардиограмму. То есть все рыбы живые окружены вот таким пульсирующим электрическим полем. И акула смотрит. И смотрит, где больше бьется это сердце, где оно более массивное. Она использует эту электрочувствительность на самой последней стадии атаки. Уже показано, на каких стадиях она включает зрение, обоняние и последнюю электрорецепцию. так. Ну как, есть еще вопросы? Спасибо. Спасибо.